Всем привет, кто присоединяется, мы немножечко подождем. Может быть, кто-нибудь к нам еще подойдет. Как вышла, как настроение? У меня сегодня очередной воскресный эфир, в котором я все-таки попытаюсь продолжить традицию встречаться с вами более-менее регулярно в прямом эфире и рисовать. Но у меня сегодня не просто рисовалки. Сегодня, только что, буквально полчаса назад, минут сорок, у меня пришла прекрасная посылка, которую я очень давно жду. У меня, к сожалению, не получится вам ее показать целиком, потому что это просто вот такой огромный планшет от ArtPlanchet. Но мы его сейчас с вами распакуем. Я вам покажу его поближе. Он огромный, потому что он на целый акварельный лист. И начну я с вами именно с этого. Так. У меня, к сожалению, не получится, наверное, показать вам, как я его распакова. Сейчас, подождите, я попробую повернуть камеру. Может быть, как-нибудь вот так попытаюсь вам показать. Это довольно неустойчивая конструкция. Так. Распечатываем. Распечатаем. Надёжно упаковали. Посмотрите, сколько слоев картона. Почти добрались. Нет, ещё не добрались. Наконец-то. Какой он слоненький. Рекрасный, слоненький планшет. Как же мне это разрезит-то? Варварский. Раздеру. Рекрасный. Очень приятно. Вот такая хендмейт-визиточка. Посмотрите, здесь соль и акварельные разводы. По-моему, очень креативно. Очень классно. Мне нравится. И, наконец, самое главное. Посмотрите, какая красота. Планшет из оргстекла с такой ребристой поверхностью, поэтому он непрозрачный, чтобы дольше удерживать влагу. Это вот такая хитрость. Я заказала большой, просто огромный на целый акварельный лист. Потому что я собираюсь скоро писать большие работы. И мне как раз вот такой размер очень даже подойдёт. У меня здесь есть рядом листы. Давайте померяем, как хорошо ляжет лист на этот планшет. Так, у меня здесь стандартный лист Сандерса. Вот. Ну, по-моему, идеально. Совершенно. Посмотрите на поля по краям. Я думала, что они будут даже меньше, но так вполне себе. Подходит отлично для рисования по-мокрому. По-моему, очень круто. Спасибо, ребята. Это очень-очень классно. Вот. Ну, это была минутка не рекламы, а минутка обзора. Я теперь поверну камеру обратно на мой рабочий стол. Подальше от бардака. И сегодня мы с вами немножечко по акварелям. Но не просто по акварелям, а я вам ещё раз покажу свои открыточки. Расскажу, как я это делаю. И мы с вами порисуем. Так. Для начала я расскажу вам о своих открытках. У меня, к сожалению, осталось очень мало экземпляров уже из того, что я оставляла себе. Их очень быстро раскупили. Но их ещё можно заказать. Например, у меня будут принты со всеми моими картинами. Так что, если вам понравилась какая-то картина, её можно получить в виде вот такой открыточки. С обратной стороны здесь есть поле для адреса и копирайт. Размер открытки 11 на 15,5. По-моему, выглядит очень даже симпатично. Если вдруг вам какая-то картина понравилась, и вы не находите её по хэштегу вот этому хэштегу, где собрались все работы, которые можно заказать в виде открыток или принтов, напишите мне, пожалуйста, в директ. И мы с вами попробуем сделать открыточку с каким-нибудь из принтов. Сейчас, одну секундочку, я попытаюсь убрать здесь. Мешаю ещё нам. Так, и... Так. Ещё немножечко почищу комментарии, и буду готова с вами начать рисовать. Значит, в чём смысл моего сегодняшнего эфира? Не только в том, чтобы показать мне прекрасные открытки, которые, само собой, замечательные. Но и ещё и в том, чтобы показать, как именно я делаю вот эти рисунки. Почему... Рассказать, почему я их не продаю. Хотя меня очень часто спрашивают по поводу вот этих скетчей. И, собственно, я попытаюсь сейчас воссоздать такую атмосферу пленера, на котором я обычно рисую такие работы небольшие. Значит, про открытки я вам рассказала. Пишите, если вдруг вам интересно. С удовольствием для вас их напечатаю и пошлю куда захотите. Пусть они тут с нами немножко поживут, чтобы их вам было видно. Конечно, значит, рисовать мы сегодня будем скетч. Я выкладывала в сторис референс, по которому я хочу сегодня порисовать вместе с вами акварелью. Поскетчить даже, точнее, акварелью. Так что, если вдруг вы хотите порисовать вместе со мной, зайдите в сторис и обязательно скачайте себе этот рисунок. Привет, Лёша. Присоединяйся, порисуй с нами тоже. Сейчас я попытаюсь себе тоже сохранить этот референс, потому что что-то я обнаружила, что он у меня где-то далеко. Сейчас мы его вернем. Этот референс – это вид улицы в маленьком городе Фаро в Португалии, где я была этой зимой. И я очень хотела там порисовать и немножко даже порисовала, но если вдруг вы следите за моим инстаграмом, вы знаете эту печальную историю о том, что в Севилье я потеряла все свои скетчи, которые рисовала на протяжении северных поездок. Ой, простите. Так, мы вернулись. У меня тут слегка упал телефон в процессе. Сейчас я попробую его прикрепить понадежнее, чтобы он у меня никуда не выскальзывал. Так, надеюсь, вам теперь хорошо все видно. Рисовать мы будем скетч. И повторюсь, из города Фаро, прекрасного португальского города, который зимой особенно прекрасен, потому что там очень тепло, очень солнечно, замечательные зимние тени, которых я обожаю. Просто длинные, красивые, низкие. И мне очень хотелось порисовать этот сюжет. Я, возможно, даже сделаю полноценную работу с этим сюжетом. Но пока давайте с вами поскетчим. Я заодно покажу, как я это делаю. Расскажу, как я выбираю точку, какими инструментами я все это делаю, с чем я путешествую и так далее. Значит, еще раз повторю, что референс для этой работы вы можете найти у меня в сторис. Если вы переключитесь на сторис, порисуйте, хотите порисовать, переключитесь на сторис, сохраните себе, сделайте скриншот этого замечательного референса. Это маленькая улочка в старом городе. Рисовать я буду... Так, простите. Очередная техническая заминка. Почему-то у меня не хочет стоять. Мой мега штатив. Так, рисовать я буду на бумаге Кларфонтен. Я обычно езжу вот с таким скетчбуком. Точнее, я езжу с их вариацией на эту тему, которая называется «Carne du voyage». Вот такой travel-альбом. Вот, например, у меня французский мой travel-альбом, который с пластиковой обложкой и с твердой картонкой сзади. Таким образом, мне не нужен никакой планшет. Я просто... И мне очень нравится еще вот эта резиночка сбоку. Я открываю страницу, где я планирую порисовать, просто его разворачиваю, прикрепляю все, что мне не нужно резиночкой, мне ничего не мешает, и поверхность довольно плотная, достаточно плотная, чтобы спокойно рисовать на пленэре, даже просто положив на коленки. Вот, кстати, немножко полистаю с вами свой travel-альбом. Все эти рисунки можно заказать в виде открыток или принтов. Медленное телевидение? Что такое медленное телевидение, Леш? Вот. Значит, рисовать я буду точно такой же бумаги, которая называется «Dessin à Grants». Это 180 грамм. Бумага не для аквареля. Это целлюлозная бумага для скетчей. Но у нее такая фактура, немножко шершавенькая, что, в принципе, позволяет вполне себе рисовать одним слоем... Обязательно. Рисовать одним слоем акварелью, а я комбинирую акварель с линером. Я вам сейчас покажу свой минимальный набор, с которым я путешествую. Это, значит, вот скетчбук, который я вам уже показывала. Это акварель. Раньше я ездила вот с таким набором, совсем крохотулечным. Здесь, собственно, все цвета, с которыми я могу нарисовать практически все, что угодно. Это у меня изумрудная, индиго, ультрамарин, кадми оранжевый, розовый хрен... Это не розовый хинкридон, это какая-то бордовая какая-то, из холодных красных, карминовая, может быть. Жона Умбра или Жона Сиена, неважно. Это или венецианская красная, или красная охра, что-то в этом духе. Светлая красная, краплак, оливковая, кадми желтый, розовый хинкридон как раз, и фиолетовая. Фиолетовую я очень люблю добавлять во все тени, как вы можете заметить по моим работам. Сейчас, одну секундочку. Сейчас я пытаюсь убрать из нашего прекрасного эфира. Лишних людей. Так. Как ваши дела? Расскажите мне что-нибудь. Я читаю все ваши комментарии, все ваши вопросы. Так что могу вам отвечать на них. Да, я пытаюсь убрать сейчас усиленно из эфира. Надеюсь, что после блокировки... О, прекрасно, Лёш. Барабанная установка – это очень круто. Соседи не буянят. Верю, да. Значит, смотрите, с чего я начинаю. Я взяла большой альбом просто потому, что мне его неудобно с собой возить куда-либо. Поэтому я рисую в нем дома. Но рисовать я буду на формате А4, как я обычно это делаю во всех своих поездках. Сегодня я к своему вот этому микронабору аквареля добавлю свои краски в тюбиках. Последний раз я ездила с ними. Не знаю, насколько они мне понадобятся. Посмотрим. Возможно. Здесь у меня есть два прекрасных цвета, которые я очень люблю замешивать для теней. Это кобальт и цирулиум. Оба этих цвета у меня у Jacksons в тюбиках. Посмотрим, что из этого получится. Вот я уже все руки себе спачкала. Так, для чистоты эксперимента мы с вами отделим половину примерно этого листа. Я думаю, что даже я не на всю половину буду рисовать. Вот где-то так. Значит, как я выбираю сюжет для того, чтобы рисовать его на пленэре? Мне очень важно, чтобы в этом сюжете было что-то, что привлекает особенно мое внимание. Это может быть какое-то отдельное здание, это может быть сама ситуация, это могут быть тени, это может быть какая-то интересная перспектива. В данном случае здесь у нас есть очень классная деталь, которая мне очень нравится в этом сюжете. Это фонарь и отбрасываемая им тень. И мне очень нравится перспектива, которая уводит так зрителя куда-то вглубь и показывает, какие извилистые и красивые улицы в этом старом городе. Я работаю без карандаша на пленэре, потому что карандаш очень сильно замедляет процесс. И, собственно, моя цель как можно научиться как можно быстрее схватывать то, что я вижу, схватывать натуру. Поэтому я рисую все свискетчи сразу линером. В последнее время я рисую ручками Unipin или Faber-Castell. Обе эти марки, в принципе, прекрасно подходят. И сейчас я буду рисовать Unipin. Толщина этой ручки 0,2. Это примерно соответствует тоненькому S-очке Faber-Castell, я думаю, где-то. Можно взять потоньше, можно взять потолще, но обычно потоньше я использую все-таки для меньших форматов, а потолще использую для форматов побольше. Вот если бы я рисовала на всем листе А3, тогда я бы взяла линер потолще. А так мне вполне этого достаточно будет. Значит, для начала, чтобы у меня весь сюжет поместился на мой формат А4, я размечаю какие-то свои основные объекты. Здесь у меня уже, в принципе, по фотографии построена хорошая композиция. Единственное, что я не хочу делать, я не хочу повторять вот эту иллюзию свойства, точнее объектива, фотоаппарата, который мне наклоняет стены из-за того, что он широкоугольный. Поэтому я буду рисовать так, как если бы я сидела там и у меня ничего сильно так не наклонялось, как вы можете видеть на референсе. Значит, одна сторона у меня солнечная, вторая сторона у меня теневая. Есть маленький кусочек, который я не буду особенно прорисовывать, прописывать. С человечком, кстати, который я, в общем-то, даже, наверное, рисую. Очень даже милый человечек показывает хорошо масштаб происходящего. Значит, я надеюсь, что я вам не сильно буду мешать, что я головой не буду закрывать. Я просто не очень привычно рисовать в таком, держа совсем горизонтально лист, но я попробую. Надеюсь, что у меня сильные линии не поедут, потому что у меня есть такой свойств. Значит, что я буду делать? Для начала я размечу основные какие-то моменты. Вот, допустим, у меня вот здесь будет одна стена, проем, вторая стена чуть пониже. Это я уведу в перспективу вот куда-то сюда. Примерно здесь у меня будет фонарь. Или даже, может быть, вот здесь. Чтобы он не поместился, может быть, окошко, что ли? И окошко. Не хочу очень много внимания уделять архитектурным деталям. Я сейчас постараюсь рисовать не про дом, в общем, у меня история, а про фонарь и про улицу. Поэтому я немножко подрежу композицию, чтобы не выписывать там тени и текстуры. Как видите, я не уделяю особого внимания перспективе, потому что я имею в виду, что я не выстраиваю там никакие линии, к которым у меня все должно куда-то там сосись, я стараюсь просто наблюдать за натурой и повторять. Перспектива, это, безусловно, очень важно, но тогда, когда у вас речь идет о скетчах, которые вам, допустим, у вас есть полчаса на это, у вас просто нет времени сидеть выстраивать, и тем более таскать с собой линейку или какие-то там вспомогательные инструменты. Смысла нет. Немножечко намечу, что там у меня происходит. В перспективе. Маленькие домики. Еще один фонарь. Фонарь я оставлю обязательно, чтобы они немножко перекликались друг с другом. Ну, там какие-то, в общем-то, за этот план, считайте, готов. Так. Теперь я более уверенными штрихами, более уверенными линиями намечаю основные архитектурные моменты. Видите, я рисую без всяких линеек, потому что это не важно. И в скетчах совершенно не важно, чтобы у вас линии были идеально прямые. Это, наоборот, даже испортит впечатление, лишит ваш рисунок какой-то живости, непосредственности. Я очень условно намечаю окошки и детали заднего плана, потому что они мне особо не нужны. И нарисуем человечка. Так. Теперь я продолжу работать над деталями переднего плана. Над моим главным героем. Это фонарик. Разумеется, для того, чтобы вам построить это изображение достаточно реалистично, вы не можете не знать основные законы перспективы, тем более, когда у вас есть какие-то такие геометричные очень объекты, как фонарь или стены. И, разумеется, их нужно изучать обязательно для того, чтобы применять затем. в том числе в ваших скетчах. Но, когда вы рисуете на пленэр, у вас просто нет на это времени. Если вы хотите рисовать больше, чем одну-две работы, а лучше 3-4-5, то, к чему я сейчас стремлюсь в поездках, конечно, придется ускоряться. Никуда от этого не деться. Так. Здесь у меня такая очень характерная то ли окошко, то ли дверь. с очень классной глубокой тенью. Я тоже обязательно обозначу, потому что она придаст такое ощущение глубины и очень яркого солнца. что мне, собственно, и хочется здесь передать. Ни в коем случае линером я не намечаю никакие тени, потому что они будут гораздо тяжелее выглядеть. Немножечко добавлю какое-то ощущение перед черепицей. Привет, Маша! Так, у меня здесь есть два окошка. Еще. Я просто, чтобы моя перспектива не выглядела совсем уж такой халтурной, мысленно продолжаю все линии, которые у меня здесь наметились. Здесь у кошка раз. Кошка два. Здесь где-то под тенью у меня будет. Раз. Зверь. Маленькие такие малышечки, окошечки. Здесь. В принципе, еще несколько буквально каких-то наметочек и, в общем-то, мой скетч готов. Если бы я продолжала его делать линером, у меня есть такие скетчи, раньше я довольно много рисовала только линером, и тогда бы я продолжала детализировать какие-то отдельные моменты здесь, заложила бы какие-то светотени, какие-то отношения, чтобы сделать рисунок более объемным, чтобы проявить перспективу и так далее. А поскольку я буду вводить цвет, то мне, в общем-то, этого вполне достаточно, чтобы продолжить. Теперь я посмотрю. Вроде даже не так все страшно, как могло было бы быть. Так. Теперь, что мне нужно сделать? Мне нужно помнить о том, что моя прекрасная бумага, как бы я ее ни любила, не дает мне возможности сделать несколько лисировок. Особенно на больших пространствах. Здесь у меня самое большое пространство – это небо, которое я должна залить, потому что самым светлым объектом у меня здесь является вот этот солнечный дом, и я хочу его оставить практически белым. В отличие от всех объектов вдалеке и объектов тени здесь светлым. Поэтому мне нужно выделить этот дом, и для этого мне придется залить небо. Для того, чтобы залить небо, мне нужно сделать это с одного раза. Я обычно это делаю верх ногами, потому что, когда на этой бумаге делаешь все сверху вниз, очень большая вероятность, что будут затеки на контур, который я уже сделала своим линером. Значит, для неба я возьму. Я не хочу его делать очень тёмным. Мне нужно довольно много воды. Но в то же время оно у меня должно хорошо, так существенно оттенить мои дома. Я мешаю цирулиум с ультрамарином и возьму салфеточку обязательно. Потому что, в принципе, этого должно хватить. Бумага не очень сильно впитывает, поэтому посмотрим. Для того, чтобы создать мне немножко ощущение глубины, я добавлю чуть больше цирулиума. На дальнюю, на самую светлую часть. И буду постепенно добавлять более плотную ультрамариновую заливку кверху. Самое главное это сделать прям так. Раз, практически одним движением. Меня совершенно не волнуют здесь плавные переходы, градиенты и так далее. Потому что мы сейчас не об этом с вами вообще речь ведём. А ведём речь о том, как быстро работать на пленэре. И, например, делать небо. Сейчас я с салфеточкой немножко, пока у меня мокрая ещё заливка, выбираю облака. Даже здесь на горизонте пока ещё немножко влажная. Где-то я могу подвыбрать такие одинокие облачка. В общем, какой-то такой вариант мне вполне устроится. Он вполне соответствует моим намерениям выделить дома. А то, что у меня вот здесь не доведён контур, это нужно попробовать чуть-чуть залить. Но только это надо сделать очень-очень осторожно. Ну, угол меня не так волнует. Это скетч, в конце концов. Правильно? В дальнейшем ту заливку, которую я использовала для неба, я буду использовать как основу для теней. Но прежде чем нам использовать тени, делать тени, мы с вами немножечко поколдуем над, собственно, самими домами. Я не рисую здесь по-мокрому, потому что эта бумага не позволяет фактически мне это делать. Поэтому я рисую только по-сухому. И единственное, что может быть какие-то очень отдельные фрагменты я выполняю по-мокрому. Вот, например, сейчас я заведу на дальний план. Немножко цвета. И волью. Вот уже высох. В общем-то уже бесполезно. Как видите. Правда, надо сказать, что когда я в этот раз рисовала в Испании и в Португалии, как раз те скетчи, которые я, к сожалению, потеряла, даже эта бумага позволяла мне очень много чего сделать по-мокрому, потому что была очень высокая влажность и не очень высокая температура воздуха, я имею в виду. И на самом деле приходилось прямо оставлять сушиться скетчи, хотя обычно, когда скетч готов, можно просто закрыть скидебук и больше не переживать по этому поводу. Привет всем! Кто присоединился? Hello everyone who joined me. Welcome! Так, добавляем немножко небесного цвета. Здесь дальние дома на фотографии нам тоже кажутся очень белыми, но их нельзя делать белыми, иначе они перетянут на себя внимание, и просто вся ваша задумка с прекрасным белым домом на переднем плане со всеми этими тенями, увы, не состоится. Немножко как-то обозначаю дальние объекты. И теперь можно переходить к передним. Значит, что у меня спереди? Прежде чем приступать к самому сладкому главному дому, я залью дорогу. Заливаю ее вместе с человечком. Сюда ближе к дому, к солнечной стороне, я развожу цвет. Тень я потом проложу попозже. И этим же цветом, чуть более темную, я заливаю вот эту тенюру. стены. Так, что я буду делать с этим домом? Этот дом, по большей части, мне нужно оставить очень-очень светлым. Но на нем все же есть некая текстура, на нем есть вот эта серая полоса, которую мне хочется показать, и на нем есть такие небольшие неровности. Для этого я возьму чистую кисточку. Так, не эту. Небольшую чистую кисточку. И у меня такая вода голубоватая. Я ее немножечко смочу. И кое-где добавлю таких сероватых, голубоватых пятнышек. пока у меня мокрая стена. Очень голубовая, чуть фиолетоватого. И чем ближе к нам, к зрителю, тем явственнее они видны. И здесь можно их практически вообще не трогать. Все время помогаю себе салфеткой, чтобы у меня не получились слишком интенсивные эти пятна, текстура. Так, ну вот, собственно, и все. С основным тоном. Дальше мне нужно прорабатывать какие-то детали. Здесь у меня пока еще мокро. Не буду сюда залезать. Продолжу работать с основным домиком. Значит, я хочу сделать тени. Тени я хочу сделать фиолетоватыми, чтобы было ощущение очень яркого, солнечного дня. Но при этом я беру не чисто фиолетовый, а я подмешиваю к нему, например, немного цирулиума. И какой-то вот такой красноватый, что-то типа венецианской красной. Или красного хрена. Или что-то в этом духе. Я проложу тень вот здесь. Постепенно она у меня сходит в такую тонкую линию. Я сделаю это раз. Я сделаю более серый такой замес. Из серой пейной, кармиранжевого и вот эта лужица, которая у меня здесь. Так, темный. Разведу водой. Я работаю с синтетической кистью, поэтому у меня довольно много пигмента и мало воды, чтобы у меня есть мой либо коробок, это важно. Проведу здесь тоненькую серую полосу и опять помогаю себе салфеткой, чтобы она у меня не была слишком темная. Дальше нарисую вот этот. Не заходя на очень сильно освещенные серые, очень освещенные части дверей, будьте внимательны с этим. И пока у меня такая влажноватая заливка, добавлю здесь каких-то... листочка момента уже высохли. Ну ладно. На пленэре вообще все бывает. Так что... Так. Здесь я добавлю очень плотные темные тени на землю. Где-то там еще вдалеке тоже несколькими штрихами. Человека я обхожу. Я хочу, чтобы все-таки он был на солнце. Может быть, я бы даже добавлю белого немножко. Но если вы на пленэре, это можно сделать белой ручкой или, например, тюбиком белой акварели, если вы вдруг с собой носите такую акварель. Делаю тень еще плотнее. И рисую вот эту. При этом немножко варьирую ее цвет. Добавляю синевую больше, чуть фиолетовую больше. Немножко назначу текстуру стены здесь. Какие-то такие детальки. И вернусь к моему главному герою. В идеале сейчас бы поменять воду, но поскольку у меня воссоздавание, так сказать, пленарной истории, то воду я менять не буду. Для того, чтобы у вас вода очень сильно не пачкалась и чтобы не получилось так, что вот к моменту, когда вам нужно рисовать самые светлые части, у вас вдруг очень грязная вода и вы ничего с этим поделать не можете, нужно либо идти строго от самого светлого к самому темному. и поскольку у меня в скетчах речь не идет о постепенном набирании тона, я всегда рисую сразу то, что я вижу и сразу то, что у меня должно получиться в итоге. То есть я смотрю на расположение тоновых пятен сразу, и это очень важно. с такой бумагой, не с какой-то там хлопковой, дорогой, а с простой бумагой для скетчей, то здесь просто, все очень просто. Самая светлая – это самая светлая краска, которую вы собираетесь использовать. Либо предусматривайте такие объемы воды, чтобы вам было удобно. Или, например, вы можете просто расположиться где-то рядом с фонтаном или взять с собой большую бутылку воды на смену или рядом с какой-нибудь колонкой. И это просто прекрасно. Я очень люблю такие пленарные места, в которых можно набрать воду, не отходя от кассы далеко. Таких, кстати, очень много. Так, теперь я постепенно добавляю какие-то детали. тоже в неважных для меня объектах, я не собираюсь на них концентрироваться. Я их просто обозначаю, например, здесь теневые моменты. Есть такие очень характерные, характерные зеленоватые двери в этом регионе, что можно немножко дать такой на это намек легкой зеленцой. и так далее. Так. мне хочется вот сюда на освещенную часть добавить немножко больше текстуры каких-то пятнышек каких-то камушек чтобы было ощущение вот этого старого покрытия дороги что она такая неровная для этого на самом деле достаточно всего пар штрихов у вас уже создастся ощущение такого старого города и вот этот же зеленый которым я рисовала дверь который я добавлял в дверь и я добавлю его собственно обозначу и фонарь таким образом у меня это зеленый будет выступать в качестве такого акцента который там правда есть и немножко мне разнообразит мою картинку как видите я ни в коем случае не сижу не рисую не пытаюсь повторить все эти тончайшие детальки и тончайшие элементы да я обязательно сохраню эфир постараюсь выложить на youtube видео так что не переживайте посмотрите потому что это опять же это бессмысленно мы сейчас говорим с вами об очень быстром пленарном рисовании и конечно же никаких там долгих вырисовываниях речи не идет я снова замешиваю свой цвет тени снова в ту же смесь добавляю немножко цирулиума немножко освежаю ее и теперь самое интересное я начну прокладывать тени в самых важных для меня объектах еще крышу под андресу не хватает какой-то я добавляю тени внутри окон означаю объем в дверях вот здесь в окошко вот это очень красивая тени у меня здесь на дверь легла тоже показываю под крыльцом вот здесь под крыльцом под окошком сбоку немножко и сам ответственный момент я рисую тень фонаря при этом внимательно смотрю на референс чтобы мне не ошибиться не в направлении не в том как это выглядит примерно я вижу что она где-то у меня доходит до этой двери я вижу что вот эта вязь у меня продолжается здесь у меня такой очень вытянутый силуэт вот как-то так немножечко добавлю здесь добавлю падающую тени человечку промахнулся кстати иначе он какой-то у меня получается милипутик может быть я это сейчас еще и взял может я просто увеличу немножко добавляю немножечко совсем чуть-чуть каких-то отдельных деталек беру какой-то непонятно серый намешиваю здесь слегка какой-то текстуры практически сухой кистью какие-то более контрастные элементы добавляю здесь смотрю внимательно на референс или на натуру если вдруг будете делать подобные с натуры замечаю какие-то отдельные секунду я подключу второй телефон а то я боюсь не вижу ваши комментарии если вдруг они будут замечаю я отдельные детальки маленькие какие-то знаки городские людей таблички это всегда очень выигрышно смотрится одна далеко у меня провод не буду терять время все равно сами же практически закончены и добавляю этого это все добавляю самое главное чтобы кисточка не была слишком мокрая чтобы мне не было очень много краски сейчас время каких-то очень тонн тонн и работа так вот сюда на крышу и хочется добавить цвета 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 цвет на крышу какие-то полосочки какие-то точечки штришочки которые сделают немножко пожилее мой скетч так сфере займусь человечком который вот у меня оказался внезапно маловат по размеру я его увеличу пропорционально потому что если он идет у меня здесь то он конечно же должен быть больше отправляю теперь ему падающую тень которая где-то вот здесь должна вылезти в такой случае и чтобы он у меня не потерялся я добавлю ему немножко белые детали которые как бы оказываются на солнце поскольку он у меня не очень маленький товарищ это можно сделать несколькими способами на пленэр я обычно беру с собой белую ручку а здесь я добавлю какие-то белые акценты белый гуашь а где-то наоборот можно добавить потемнее нейтральную серую туристических элементов ну в общем то и все наш скетч готов можно поставить подпись скетчи я обычно подписываю не своей подписью а местом которое нарисовано на этом скетч пусть это будет фару раз уж нарисовали фару и сегодняшнее число у нас сегодня 11 февраля жалко что не пленэр но может быть мы с вами еще присуды на пленэр вот такой скетч у меня получился покажу вам его поближе thank you very much this is my скетч вот такой уютный скетч португальской улочки у меня получился примерно по такой технологии я рисую все свои скетчи на пленэре они бывают разной степени проработанности некоторые если какая-то у меня сложная архитектура например я вам сейчас покажу некоторые из своих открыток по скетчам вот этот например я только одну проработку линером делала около часа если не больше поэтому все зависит или вот этот здесь проработка у меня тоже заняла на пленэре даже больше часа наверное я честно говоря очень даже боялась рисовать этот скетч нотр-дам в реале без карандаша это было очень страшно но ничего особенно концу поездки когда ты каждый день рисуешь по 3-4 скетча в общем то все даже неплохо получается и требуется много времени но тем не менее вот это тоже я довольно долго рисовала здесь огромное количество мелких деталей и здесь я даже привлекла на помощь лист чтобы все таки мои мне хотелось сделать такую стилизованную иллюстрацию и от руки к сожалению очень сложно это сделать поэтому даже какие-то ухищрения мне пришлось прибегать к каким-то ухищрениям ну вот спасибо всем кто был сегодня со мной напоминаю что вот такие открытки с изображениями моих работ или скетчи вы можете заказать у меня пишите мне в директ если кому-то интересно такие же работы доступны в том числе и в виде принтов больших копий прекрасное качество печати бумага 290 грамм я вам сейчас кстати покажу один из примеров у меня пока есть вот так вот выглядит в большом формате напечатанный принт скетча очень круто смотрится прекрасное качество печати просто как живые посмотрите как будто правда нарисовано прямо на этом листе акварели вот так это выглядит замечательный вариант для оформления интерьера я лично очень люблю когда в интерьере присутствуют такие живые работы так что пишите если вдруг кому интересно всем спасибо эфир я сохраню постараюсь выложить на youtube если вдруг у вас какие-то вопросы еще есть пожалуйста пишите мне в директ в комментариях в комментариях к записи на youtube очень буду рада с вами со всеми пообщаться и ответить на все ваши вопросы пока пока